В рамках рабочего визита в столицу Татарстана президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Казанский федеральный университет. В частности, глава государства осмотрел медицинский кластер ВУЗа, Институт фундаментальной медицины и биологии и инжиниринговый центр медицинской науки КФУ. Также в рамках визита Владимиру Путину продемонстрировали возможности Центра симуляционного и имитационного обучения студентов, где производятся медицинские роботосимуляторы для отработки навыков медицинских манипуляций. А далее президент открыл заседание в формате телемоста со студентами федеральных ВУЗов, в том числе Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Рассказать о позитивном опыте своих ВУЗов получили возможность все участники телемоста. Оказалось, что наиболее яркие перспективы студенты федеральных и ведущих государственных ВУЗов видят в установлении прямых контактов с работодателями, развития онлайн-образования и повышения уровня открытости коммуникаций между ВУЗами и их студенческими сообществами, как внутри России, так и за границей. В науке тема мобильности очень актуальна. Мы должны обмениваться опытом, мы должны посылать своих студентов из-за рубеж и по России. Я не был исключением. Я закончил аспирантуру Туринского университета в Италии, получил степень PHD и вернулся в свой родной университет. Но вернулся я прежде всего потому, что дома меня ждала современная лаборатория, оборудованная по последнему слову техникой. И я сам вернулся тоже не с пустыми руками. Я привез с собой новые контакты, новые компетенции, с которыми сейчас делюсь со своими молодыми коллегами. И как отметил ректор МГУ, образование в России ярко отличает фундаментальный подход, который без сомнения можно назвать сильным, что отлично подтверждает предложение разработки, например, ребят из Санкт-Петербургского государственного университета. Получив свой диплом, я увидел, что в него была внесена информация о том, кто из преподавателей читал тельные лекции, где я приходил практику и стажировку. Однако этот диплом изменился еще и за счет того, что в него был добавлен такой уникальный элемент, как QR-код. Сегодня при помощи своего смартфона просканируя вот этот замечательный и очень небольшой код, любой работодатель может получить доступ к портфолио студента, к электронной копии его диплома. Далее студенты федеральных вузов обсудили с Владимиром Путиным детали академической мобильности. По словам президента, федеральные университеты создают тот уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования, чтобы выпускники могли успешно начать карьеру и реализовать свой потенциал. У присутствующих на встрече студентов нашлось немало вопросов на тему трудоустройства и академической мобильности. Не стоит забывать, что академическая мобильность и будущая карьера каждого выпускника взаимосвязаны друг с другом. Наш университет также богат опытом по взаимодействию с университетом города Каназава и Институтом химических и физических исследований Рикен в Токио и Егакаме. 25 лет сотрудничества нашего университета с Японией позволило нам выиграть гранд-правительство этой страны по программе подготовки лидеров будущего. И уже в следующем году мы будем отправлять в Японию 70 наших студентов и принимать 100 студентов японских университетов. Очень важно, чтобы и министерство поддерживало вот эту совершенно, на мой взгляд, очень важную составляющую современного образования. И руководители вузов тоже имели в виду, что от этого не страдает сам университет, если студенты или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы. Действительно, с момента получения федерального статуса Казанский университет показал настоящий рывок в своем развитии. Это ярко проявляется и в качестве научных исследований, и образовательных программ, и повышение репутации выпускников среди работодателей, в активизации контактов с реальным сектором экономики, как внутри региона, так и далеко за его пределами. То же самое отметил и глава государства. Вот мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского, или теперь уже Приволжского федерального университета. Казанского федерального университета, безусловно, это один из примеров того, как в истории, с традициями, с хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени и идти вперед. Я бы, как ректор сказал, у нас, как он сказал, два, теперь две даты основания университета. Совсем старинные, 1804 год и 2010 год, когда к нему были присоединены несколько площадок, и когда институт, университет теперь уже получил новое дыхание.